Злокачественные новообразования кожи ведут себя достаточно тихо и скромно, особо не беспокоят пациента. Ежегодно мы фиксируем примерно прирост 2-3%. Чем больше человек проводит времени на солнце, не использует какие-то защитные средства, тем заболеваемость выше. Сейчас большое внимание уделяется гену Брафт. Дефекты в различных компонентах могут приводить к развитию злокачественных новообразований кожи. Меланомные опухоли, именно меланом мы так называем, распространяются достаточно быстро и пути их распространения практически всегда неизвестны. Именно поэтому меланома кожи является такой особенной разновидностью рака кожи. Рак кожи – это собирательное понятие, которое включает в себя и меланомные, и немеланомные опухоли. Самым распространенным среди взрослого населения в нашей стране, да и за рубежом, является базально-клеточный рак кожи. Потом по частоте следует плоскоклеточный рак, ну и ряд других. Меланома стоит несколько особняком и является особой разновидностью злокачественных новообразований кожи, которое отличается достаточно серьезным прогнозом. По данным главного онколога Минздрава, распространенность меланомы кожи в нашей стране находится на уровне 7 человек на 100 тысяч населения. В солнечных странах, там, где солнца очень много, заболеваемость доходит до 33 человек на 100 тысяч. По всей видимости, в нашей стране эта цифра еще будет расти, поскольку заболеваемость у нас неуклонно увеличивается. Ежегодно мы фиксируем примерно прирост 2-3%. Если разбирать злокачественное образование кожи, то здесь связь достаточно очевидна. Чем больше человек проводит времени на солнце, не использует какие-то защитные средства, тем заболеваемость выше. Эта заболеваемость особенно высока в тех групп лиц, кто по долгу своей работы очень много времени проводит на солнце. Поэтому солнце является одним из важных, но не основным фактором развития рака кожи. К другим причинам развития онкологических злокачественных новообразований кожи, кроме ультрафиолетового облучения, также относят к генетическую предрасположенность и нарушения в работе целого каскада белков, которые кодируют клетки, отвечающие за неразмножение клеток. Сейчас большое внимание уделяется гену Брафтам. Содержится 766 аминокислот, и дефекты в различных компонентах могут приводить к развитию злокачественных новообразований кожи. Но здесь еще хочется добавить, что все это может усугубляться не только генетической предрасположенностью, но и, допустим, неблагоприятными факторами внешней среды. Нарушение работы иммунной системы, которая возникает в целом ряде серьезных болезней. Злокачественные новообразования кожи или рак кожи ведут себя достаточно тихо и скромно. Особо не беспокоят пациента. Надо обращать внимание на необычные родинки, которые ведут себя не совсем так, как все остальные. Если, например, родинка начинает быстро расти, изъязляться, кровоточить, то это является, конечно, самым главным поводом для обращения к врачу. Дерматология – это врачебная специальность, основанная на визуальной диагностике. Поэтому все методы диагностики, прежде всего, основаны именно в визуальной оценке различных высыпаний, которые локализуются на коже и слизистых оболочках. Когда пациент к нам обращается с любым подозрительным новообразованием, мы обязаны его осмотреть целиком. То есть расширить ту область, которую пациент предъявляет нам для осмотра. Мы используем различные приборы, которые позволяют нам более точно определить, что перед нами на самом деле существует. Большое распространение сейчас получила оптическая диагностика кожи. Прежде всего, это современная технология дерматоскопии, когда мы рассматриваем различные высыпания, новообразования кожи при помощи специальных приборов. Сейчас они могут работать в цифровом режиме, использовать искусственный интеллект для оценки нашей диагностической гипотез для подтверждения, либо ее, так сказать, неподтверждения. Кроме того, мы используем ультразвуковое исследование кожи, это позволяет определить глубину залеганий процесса и тканевую локализацию. И используем инвазивные методы, то есть методы, которые подразумевают разрушение опухоли, взять ее на гистологическое или цитологическое исследование. И в некоторых случаях используются уже молекулярно-генетические методы исследования. Если речь идет о базально-клеточной карциномии, то здесь прогноз достаточно хороший, благоприятный. Эта опухоль практически не метастазирует, то есть не развивается за пределы очага, который является первичным. И удаление этой опухоли практически в подавляющем большинстве случаев приводит к излечению пациента. Если же опухоль достаточно существует давно, имеет агрессивное течение, то здесь уже идет вопрос о более серьезном лечении, который включает, прежде всего, качественную диагностику. Потому что некоторые опухоли могут иметь первичный очаг совершенно в другом месте и только проявляться на коже. И вот гистологическое исследование отвечает нам на этот вопрос. И по результатам гистологического исследования, молекулярно-генетического исследования в некоторых случаях уже назначается терапия. Но основным методом является хирургическое иссечение опухоли. И добавляются либо таргетные терапии, либо химиотерапии, ну, либо другие методы лечения. Рецидив заболевания возникает в некоторых случаях, когда опухоль удалена не в пределах здоровой ткани. И тогда через какое-то время возникают новые очаги. Рецидив также возникает, если пациент ведет неправильный образ жизни, не придерживается тем рекомендациям, о которых говорят лечащие доктора. Рецидив также бывает тогда, когда первичный очаг как бы неизвестен, и мы лечим как бы следствие, пациент недообследован. И тогда болезнь проявляется, скажем, новыми и новыми очагами. Ну, одним из самых первых и эффективных методов профилактики рака кожи, которая, прежде всего, возникает в результате избыточного ультрафиолетового излучения, это, прежде всего, защита кожи от этого излучения. Поэтому адекватная защита – это является, конечно, полное обследование организма. Его, скажем, правильная и своевременная диагностика каких-то различных состояний, которые могут сопровождать злокачественное образование кожи, является тоже залогом успеха. Редактор субтитров А.Семкин